Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Предприниматель из Самары поставил комиссии банков при выдаче кредитов вне закона. Ему удалось оспорить в арбитражном суде Самарской области действия банка АВБ и взыскать с кредитной организацией 57 тысяч рублей. При выдаче кредита банком была установлена единовременная комиссия в размере 48 тысяч рублей. Суд счел, что эта комиссия не является дополнительной услугой, создающей для заемщика какое-либо благо или полезный эффект. Ну вот вам и прецедент, на который можно ссылаться в суде. Может, хоть так удастся несколько остудить горячие банковские головы. Памятник по дешевке. Счетная палата установила, что санаторий по Волжье продал памятник культуры в центре Самары почти в три раза дешевле реальной стоимости. Речь о здании на Молодогвардейской 126, который является собственностью Самарской области. Имущество отчуждено за 18,5 миллионов рублей, то есть по 10 тысяч рублей за квадратный метр. В пользу Самарского общественного регионального фонда поддержки и развития шахматного спорта на основании прямого договора без проведения торгов. Согласно анализу счетной палаты, средняя стоимость квадратного метра аналогичных объектов составляет 30 тысяч рублей, то есть цена проданного здания должна составлять не менее 54,5 миллионов рублей. Вот это и называется «деньги из воздуха». Албания все же ввела безвизовый режим для россиян. На несколько недель позже традиционного срока, но и на том спасибо. Теперь граждане России могут въезжать в Албанию без визы с 1 июня по 1 ноября. Кроме российских туристов, безвизовый въезд также разрешен гражданам Грузии, Бахрейна, Катара, Амана и Сарудовской Аравии. В обычное время гражданам России для въезда в Албанию необходима местная виза или многократная шенгенская, британская или американская виза. Российский фондовый рынок открылся незначительным повышением индикаторов по отношению к основной торговой сессии среды. Индекс ММВБ подрос до отметки 1667 пунктов. Лидеры роста акции МРСК Центра, Полиметалл, Пик, Солерса, ЛСР, Преф и Башнефти, Ростелеком и Сбербанка. Среди лидеров падения бумаги Полюс Золото, Мечела, Обычка Башнефти, Уралкалия и Дикси. Открытие на российском рынке происходит на фоне снижения фьючерсов на черное золото. Торги в среду в Европе и США завершились разнонаправленно. Азиатские рынки показывают преимущественно негативную динамику. Курс доллара на 18 июня 53,89 рубля. Курс евро 60,74 рубля. Золото стоит 2042 рубля за грамм. Серебро стоит 27,69 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 63,96 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.